Опасные вещества в американском виске, а также уголовная ответственность за несвоевременное информирование о дальнем гражданстве и кражу автомобильных номеров, о безопасности ввозимых в страну продуктов и изменениях в российском законодательстве расскажем в нашем обзоре. Роспотребнадзор нашел опасные вещества в американском виске, в спиртном напитке, выявленной в талаты, которые способны вызывать функциональные, а в дальнейшем и органические изменения в центральной и периферической нервной системе, эндокринной системе, а также онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин, поясняют в ведомстве. Кроме того, продукция не проходила государственную регистрацию на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза, хотя единый знак обращения продукции на рынке геополитического альянса на этикетке виски указан. По данному факту проводится проверка, такая же, как совсем недавно в сети американских фастфудов «Макдональдс». Там ведомство выявило нарушение при производстве бургеров, которые по содержанию жиров, белков и углеводов сильно отклонялись от технологических норм. Паспорт может быть только один. В конце июня президент подписал закон, предусматривающий уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства. Документ обязывает тех, кто имеет наряду с российским другое подданство или право на постоянное проживание в иностранном государстве в течение двух месяцев со дня приобретения иностранного гражданства письменно уведомить органы Федеральной миграционной службы. В противном случае придется заплатить уголовный штраф в размере до 200 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены также обязательные работы на срок до 400 часов. Уголовная ответственность будет накладываться только за неисполнение этой обязанности. Однако для информирования россиянам бежать в территориальный орган миграционной службы не обязательно. Сделать это можно по почте, вложив в конверт копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих иное гражданство. С 4 августа вступает в силу еще один закон, предусматривающий уголовную ответственность за кражу госномеров с автомобилей. Соответствующую информацию опубликовало Министерство внутренних дел России на сайте. В качестве наказания вводится штраф от 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов. Как один из вариантов исправительной работы на срок до одного года или лишение свободы на тот же период. За групповое нарушение, например, если снять номера с машины, с дальнейшим получением вознаграждения за них решил один человек, а совершал действие другой, суммы штрафов и сроки будут соответственно увеличены. Правда, если будет доказано, что корыстного умысла у нарушителя не было, правовой полис уголовного сменится на административное, где предусмотрены ли штраф от 2 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок не более 15 суток.